Ну что, три-два раз? Нет? Три-два раз. У команды будет 20 минут. Раз, два, поехали. А, бросить, сбросить к машинным ребятам. И что-то завертелось. Завертелось, хорошо. Я не понимаю, что там у нас изображено в инфра-мородце. Это территория вокруг Стабиулона в Казани. Территория довольно пустынна, поэтому наши участники сейчас будут проявлять фантазию и заполнять эту территорию чем-то интересным. Что именно вы увидите? Они пока скрывали, что планируют там разместки. Ваша задача посмотреть, как это происходит, оценить те физические решения, которые предъявили, и выбрать лучшую. В каждой команде у нас есть специалист по планировке. Это ребята, которые всегда с краю. И в каждой команде есть архитектор, который отвечает за внешний облик, архитектуру. В общем, отвечает за концепцию здания. Мы сами не знаем, что будет расположено на вот этой пустынной части рядом со стадионом. Что-то крутое, но в одном и другом случае. И сейчас как раз команды трудятся ровно над этим. Ну, справа у нас уже есть подготовленные некие технические решения. Они сейчас проверяют, насколько это подходит для текущей планировки. Пока это происходит, то есть пока у нас ничего интересного не вырисовывается, давайте представлять все-таки участников. А то мы-то и не узнаем, кто у нас тут занимается всеми этими делами. Так, ну, начнем с офис БИМ, да? За инфраструктуру, то есть за работу в Ихар-Россе отвечает у нас Александр Маслов. Он является заместительным директором по нейтропическому направлению. Довольно экзотическая должность для человека по БИМу. Очень увлекаюсь. Мы сейчас будем такую курку про тебя вести. Если ты хочешь слышать, то просто сходите. У меня сразу возник вопрос. А Кэр, ты что? Комплекс на энергоразвитие. Ага. Интересно, хорошо. Он обожает рухменную модель. Да, это я подтверждаю. Сколько он задает вопросов, сколько ведет работы. Молодец. И он путешествует, и он видит серфинг. Интересно, интересно. Далее. Можно я Борисову? Да, давай, да. Я думаю, это человек не тревог. У меня микрофон есть, а у него нет. Он не сможет ответить, я ему не дам. Но хотя он не угрожал на самом деле. Если я буду слишком дерзко про него рассказывать, то он потом ответит. Поэтому давайте со всем уважением. Алексей Борис, просто гуру Ревита. И он вообще родился сразу с ребятами в голове. Вот, что он сделал. Можно, кстати, поддержать команду. Я для себя определилась, я буду болеть за них. Они не дислексия, они писать не умеют. Их нужно поддержать. Я буду это делать. Хорошо, но тогда я буду болеть за Господниму. И у них явно лучше получается. Вполне так. С дусмертия они делают какую-нибудь. Почему так? Вполне.